Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сталкивались ли вы с состоянием, когда регулярно клонят в сон и не хватает сил даже на несложные домашние дела? Усталость, от которой не удается избавиться даже во время отпуска, часто становится спутником современного человека. Она угнетает и лишает интереса к жизни. Если такое состояние длится не один день, необходимо принять меры, чтобы вернуть себе позитивный настрой и ощущение радости. В сегодняшнем видео я вам расскажу, почему идет хроническая усталость и как с ней бороться. Как проявляется хроническая усталость? Основным симптомом, на который нужно обратить внимание, является апатия. Вам перестают быть интересны даже те события или развлечения, которые еще недавно приносили радость. Также следует обратить внимание на отношения с окружающими. Если вы перестали проводить время с друзьями, расстались с любимым человеком или ограничили общение, а на вечер кругу семьи или визит к близким людям уже давно нет времени, это тревожный признак. Загруженность и отсутствие позитива заставляют акцентироваться на минусах в собственной жизни и искать в себе недостатки, не замечая очевидных достоинств. Следствием становится глубочайшая депрессия, от которой не так просто избавиться. Особенно подвержены такому состоянию люди, чувствительные к энергетике, вырабатываемые особенно обществом, так как впитывают чужую усталость. Кроме того, если вы смотрите на мир с недовольством, посторонняя отрицательная энергетика начнет прилипать к вам, притягиваясь к подобному. Какова ее причина? Помимо отрицательной энергетики, которую вы впитываете из окружающей среды, апатию может вызвать нехватка жизненной энергии. При отсутствии источников для ее пополнения пропадает возможность активно работать, возникает сильная сонливость. Причинами подобного состояния могут быть энергопотери, спровоцированные такими негативными эмоциями, как ревность, чувство вины, зависть, страх, обида. Также у вас могут быть заблокированы каналы, по которым течет энергия, закрыта молотхара чакра, отвечающая за здоровье. Еще одним вариантом могут быть привязки к другому человеку или предмету. Речь идет не только об энергетических вампирах. Часто вы сами передаете свою энергию, постоянно думая о любимом человеке, близком родственнике или недавно купленной машине. Постоянный отток вызван сильной эмоциональной привязанностью. Чтобы это исправить, вам нужно прекратить и жить исключительно мыслями об объекте своего интереса. Занимайтесь полезными делами, отвлекайтесь на работу или хобби, и со временем слабость перестанет вас беспокоить. Однако не всегда в подобном состоянии виновата нехватка энергии. Если вы ощущаете слабость в определенное время, к примеру, ежегодно в начале зимы. Причину нужно искать в натальной карте. Конечно, лучше всего получить консультацию астролога или самостоятельно изучить расположение планет. Но если такой возможности нет, вы можете проанализировать свое состояние на протяжении хотя бы последних нескольких лет. Обратите внимание на цикличность ощущений вялости. Обнаружив четкую закономерность, выпишите периоды, в которые ваш организм ощущает упадок. Примите меры, чтобы снизить нагрузки именно в этот период. Случается, что вам препятствует полученный кармический багаж. В этой ситуации хроническая усталость преследуют на протяжении всей жизни, не отпуская ни на день. Такое случается, если ваше предыдущее воплощение занималось противоправной деятельностью. Помочь тут может только постепенное прорабатывание кармы добрыми делами. Иногда причина усталости кроется в несоответствии ожидания и действительности. Для того, чтобы наша энергия свободно циркулировала по телу, необходимо ею подпитываться, получая отдачу от своих действий. Однако бывает так, что все усилия кажутся тщетными. Это происходит, когда труды не оценены. К примеру, вы потратили несколько дней на составление важного отчета, а все похвалы достались начальнику. После качественно сделанной работы, вам вместо похвала поручили исправить ошибки, совершенные коллегами и тому подобное. Постепенно ваша психика вырабатывает защиту, просто отключая желание качественно выполнять свои обязанности. Вариантов исправить ситуацию несколько, но начать следует с улучшения результата своего труда и постараться абстрагироваться от происходящего. Также помогут паузы для отдыха после того, как вы выполните задачу, как избавиться от хронической усталости. Заметив первые признаки, постарайтесь понять, что именно стало его причиной. Для начала исключите энергетические факторы, а для этого вам понадобится приглушить эмпатию и четко отделить свои чувства от эмоций окружающих. Перестав переживать чужие неприятности как свои, вы сможете вздохнуть свободнее. Подумайте о том, что именно чувствуете. Вычлените причину своего состояния. Не вините в том, что ощущаете других людей. Отпустите раздражение. Научитесь оставлять рабочие проблемы вне дома и наоборот. Как бы тяжело ни было, каждому человеку нужно уметь абстрагироваться от негатива, иначе он плотно войдет в его жизнь. Чтобы открыть чакры и разблокировать энергетические потоки, найдите время и для физических упражнений. Не имеет значения, что вы выберете. Йогу, плавание, танцы или еще что-то. Ориентируйтесь на свои ощущения, внутренний голос и результат, который может появиться уже после первого раза. Занятие должно вызвать заметный прилив сил. Если вы пока не готовы к тому, чтобы заниматься спортом, то просто выполняйте любые упражнения дома. Обеспечьте правильную циркуляцию энергии в спальне. Уберите предметы, захламляющие пространство. Не устраивайте склад вещей под кроватью, так как это вредит здоровому сну. Учтите тот факт, что массивные предметы – зеркала, мебель с отражающей поверхностью – отталкивают от себя энергетические потоки, поэтому они не должны находиться рядом с постелью или быть направленными на спящего, так как постоянная удвоенная подпитка становится причиной бессонницы. И займитесь медитацией научиться базовым техникам под силу каждому человеку. Если вы начали ощущать упадок сил, выделите на данную практику хотя бы 10 минут своего времени ежедневно. Вы можете сделать это вечером, перед сном или утром, когда проснетесь. У кого не получается погрузиться в медитативное состояние, пробуйте не один раз. Постепенно у вас обязательно получится. И, конечно, измените график жизни. Даже если ваша работа подчинена строгому расписанию, свободное время полностью зависит от вас. Позвольте себе следовать сиюминутным порывам. Слушайте свои желания и внутренний голос. Находите время для прогулок или похода в кино на любимый фильм. Позвольте себе расслабиться, если возникает такое желание. Даже кратковременный отдых способен зарядить энергией и предотвратить хроническую усталость.